Каждое лето к нам приезжает мой друг, с которым мы заканчивали одно военно-морское училище, Толик Криводедов. И как-то вот он меня подтянул в группу свою, которую он ввел тут по Ицуань. Я первый год, занимавшись там сезон, я как-то так, ну, не особо как-то меня пробило. А потом, на следующий год, вот что-то наступило такое, что я почувствовал, что какие-то изменения во мне происходят. Я вообще не занимался никогда боевыми искусствами, за исключением фехтования на шпагах. Ну, рукопашным боем не занимался. До занятия Ицуань у меня, ну, были такие вот моменты, ну, я не знаю, как они приходили ко мне, но вот самые правильные решения в моей жизни я принимал именно вот так. Когда, то есть, ты отстранился от всего, и потом как-то решение пришло. Теперь, значит, занимаясь Ицуань, я знаю, что есть такая техника, которая гарантированно дает результаты. Гарантированно дает результаты. То есть ты не ждешь, когда это придет, вот это вот состояние какой-то вот покоя мысленного. Вот, ты можешь заниматься, встать в столб и поймать это состояние, и есть техника. Это вот очень хорошо для меня. Вот, строя дом тоже, то есть решалось много задач, и какие-то моменты, которые, допустим, ты планируешь по срокам одно, а получается совсем по-другому, все затягивается, там не так все... Ну, в общем-то, ты, когда понимаешь, что у тебя есть какая-то цель, и ты, в общем-то, ну, раньше, позже, но ты к этой цели придешь. Вот, и то есть не вовлек... ну, не надо вовлекаться, мне кажется, в это вот... То, что вот, как бы, пытаться все вот прямо контролировать там на каком-то таком низком уровне. Или слишком стараться. Слишком стараться. То есть где-то немножко... На напряжение возникает. Да. Стояли на берегу моря, на камне просто, и делали выброс силы, и как бы было... Ну, в какой-то момент было, ну, как-то так все, тело устало, все, а потом как-то какой-то порог переступили, и просто потом, ну, достаточно долгое время делали эти движения, и как... непонятно, откуда вообще энергия берется. Когда вот... то есть до какого-то момента, как руки забиваются, а потом раз, и свобода такая. И ты вот чувствуешь и силу, и чувствуешь в то же время, что вот какая-то энергия приходит к тебе не... Ну, как бы протекает... Непонятно откуда, и, в принципе, объяснять, наверное, не надо. Просто надо почувствовать. Она есть, и все. Да. Ну, на какой-то инерции еще занимаюсь очень так плотно первое время, потом меньше, 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 и как... Вот. И, то есть я понимаю, что мне не хватает воли, которая вот заставила бы меня заниматься так же интенсивно, как с тобой. Вот. Поэтому... А ты приезжаешь опять, как и заряжаешь этой волей. И вот где эта воля? В жизни всегда как-то... Ну, какие-то вот... Ну, бывали конфликтные ситуации, когда так вот... То есть на меня люди смотрели, там, вроде как, ну, такие вот, как бы агрессивно достаточно, да. То есть вот какое-то такое лицо интеллигентное, там, вроде как-то хотелось там... То есть как-то постоянно цепляли. Вот. Я не знаю, что сейчас произошло. В общем-то, я не изменился так внешне, но занимаясь и цуань, как-то вот этих ситуаций стало просто вот просто меньше. Хотя я не избегаю там каких-то вещей, но их просто стало меньше. У меня такой яркий образ, что вот плывет огромный кашелот в море, и, значит, у него так раздуваются легкие так... И вот как будто это я являюсь этими легкими. Вот как-то образ очень помогает в занятиях. Просто ты как бы... Не то, что ты тело там как-то чувствуешь, а вот ты в образ вливаешься, и все идет как-то очень... Продолжение следует...